Тепличный комбинат «Берести» – один из крупнейших в Беларуси производителей овощей в защищенном грунте. Предприятие специализируется на выращивании томатов, огурцов и другой овощной продукции. Более 30 лет отечественный производитель на рынке и имеет большое количество положительных отзывов от преданных покупателей. Наряду с увеличением потребления, люди с пристрастием относятся к цветовой гамме, то есть желтенькие, розовые, красные, крупные, дробненькие, пальчики и так далее. Все мы это обеспечиваем, потому что это дает нам постоянную прибавку в выручке. К уровню прошлого года денежная выручка у нас увеличилась почти на 11%. Александра Корпицкого на предприятии ждали, как представителю той ветви власти, от которой зависит принятие важных законодательных решений. Были заданы вопросы о дальнейшей судьбе комбината и реализации продукции. Здесь ратуют за то, чтобы белорусский потребитель имел больше шансов покупать овощи, выращенные в климате наших широт. Есть вопросы на самом предприятии, которые связаны с уже зарегулированностью цен на товар. Директор предприятия говорит о том, что это мешает сегодня развиваться данному предприятию, потому что единая цена для всех, она сегодня неправильная. Цена должна колебаться в зависимости от того, кто покупает, сколько покупает, кому это продается. Встреча с трудовым коллективом также получилась достаточно плодотворной. Люди задавали свои вопросы. Александр Сергеевич комментировал каждый в отдельности. Коронавирус, грипп, политическая ситуация в стране. Достаточно большой круг тем был озвучен в рамках общения. Их волнует зарплата, их волнует свое здоровье, их волнует общая ситуация по здравоохранению, их волнует общая политическая ситуация. И на все это надо обращать внимание, все это надо решать. А те, кто хотел пообщаться с сенатором Тет-Атет, смогли задать свои вопросы отдельно. В основном это были темы, связанные с непосредственным профилем деятельности Александра Карпицкого с медициной.